Дальнобойщик В детстве я хотел стать так само Кировцем, дальнобойщиком Одночасово так само быть футболистом Динамо Минск И в общем, мне это так само, в полном смысле, получилось Училась, так? Я с матчасу провожу по дорожах. На данный момент я побывал у 85 краинах света, у половины их шмотра разов. Вандровать я начал с детства. Первая моя вандровка была в 12 годах на футбольный матч. А регулярно я начал подорожничать в 95-м годе на футбольные матчи. А с 96-го уже смещаю футбольные матчи с наведыванием интересных мест. Больше интересовались мне матчи Динамо-Минск, и матч национальной сборной Беларуси по футболу и футболе. Трошки позднее занялся граунд-хопингом. Граунд-земля, а хоп, как скакать. Скочишь с стадиона на стадион. По дороже футбол объявляют. Могут быть разные светопогляды, а лишь футбол объявляют. За 15 годов наведу приклад на 100 стадионов. Футбольных матчах приклад на 100 стадионах на разных континентах. Африка, Паудневая, Америка, Европа. С поматчем Динамо и сборной Беларуси докладно веду статистику и наведу 52 матча, 52 вандровки на разных континентах по дороже, чего-то спинам. Потому что это вельми добрый способ познания этого месяцевого життя. С отеля альбо с туристического автобуса это не убачишь. Заразумело. Великитные горы. Аустралия. 14 вне 2014 года. Великитные горы. Великитные горы. Я выехал в Траунии. По дороже вокруг земного шара. Проехал по Европе. Перелетел океан и наведал чемпионат света в Бразилии. Так само по дороже, что по Уругваю, Бразилии, Парагваю, Боливии, Перу, Чили. Перелетел просто Тихий океан в Австралию. Пересек Австралию вдалей. Проехал просто Азию. От полудневой кропки Азии. Пересек Малайзию, Таиланд, Лаос, Китай, Казахстан, Россию, и другие краины Европы. И таким чином трапил в Гингаму Францию. Из-за интересных матчей я наведал и на других континентах. Матча, которые не связаны с Динамом Минске сборной Беларуси. Например, это полудневая Африка, чемпионат света. Когда я ехал из Минска до полудневой Африки автоспином, просто Украину, Румыния, Болгария, Турция, Сирия, Иордания, Египет, Эфиопия, Кения, Танзания, Мозамбик. Мне потребовалось полтора месяца автоспином. Али гэта отбылось трошки худшей, чем плановал, потому что у полудневой Египте суспел португальцев на великим мини-вене. З ними я провел 19 дзен. Мы проехали несколько краин. Визовое питание самое сложное по подороже. Часом приходилось долго чекать визу в некоторых городах Африки. Часом приходилось шукать амбасады в разных городах света. Например, в Виндхуку, столице Намибии. Приходишь в дом, где должна быть амбасада Малави, а там амбасада Конго. Давай мы тебе сделаем визу Конго. Али у меня нема визы анголиков проехать с Намибии в Конго. Звычайно подороже користаюсь ангельской мовой, польской мовой, потому что шмат поляков по всему свету. Часом быстракаю белорусов. Размуляю по-белорусски и в Австралии, и в Бразилии. Теперь я працую гидом и курсоводом. Вожу группы в разные краины, в Сходные Европы. Ранее отремлялся працовать в разных краинах, на разных працах. Час праца за сегодня была такой часовой, как можно было подорожничать. Я лечу, что подорожничать беспечно. Если нет, то есть стереотипы на какой-то подорожке. У меня такая философия. Чем лучше ты относишься до людей, тем люди лучше относятся до тебя. А понтанный человек особо, который старается познавать свет, не глядя ни на что. Время по-белорусски, а это не мигма. Продолжение следует...